10 июня стартовал проект «Летний университет», в котором впервые принял участие Казанский федеральный университет. Во время торжественного открытия гости столицы Татарстана смогли поближе познакомиться с предстоящими мероприятиями и подробнее узнать о культурных событиях, которыми будут наполнены две недели их пребывания в городе. Во время стартового форума, модератором которого выступил Тимир Ханалишев, иностранным студентам рассказали о сути проекта «Летний университет» и пожелали будущим студентам российских вузов успехов и плодотворной работы на протяжении проекта. Я уверен, что те дни, которые вы проведете в республике, в Казани, будут, по крайней мере, не бесполезны для вас, а на самом деле они будут для вас новым знанием, новым вызовом, новыми знакомствами, новыми друзьями. И я думаю, что по итогам вы захотите и будете возвращаться в Казань еще и еще много раз. Программа летнего университета включает в себя лекции, семинары, практические занятия, а также экскурсии и другие мероприятия, чтобы иностранные студенты почувствовали на себе все тонкости культуры Татарстана. Основной задачей проекта является популяризация российского образования за рубежом, а также установление межличностного, межкультурного и межнационального общения. Именно поэтому каждый день включает в себя не только образовательную составляющую, но и культурное просвещение, экскурсии в исторически значимые районы и города республики Татарстан. Иностранные студенты уже успели посетить Казанский Кремль с обзорной экскурсией и увидеть своими глазами город Свияжск и планетарий Казанского федерального университета. Да, впечатление замечательное, потому что ребята на самом деле приехали, как минимум, во-первых, к нам в гости. И те, кто смелый для того, чтобы просто приезжать в гости в летнее время, когда принц может отдыхать, значит, что-то от нас ждет. Не только знания, но еще и какого-то такого культурного обмена. Все это мы, конечно же, чувствуем в них. Нам нравится очень география, ребята. Она очень похожа на географию наших иностранных студентов в институте. У нас, по сути дела, в институте каждый десятый студент-иностранец. Вот здесь тоже очень много ребят. Мы можем сразу рассказать про опыт иностранных студентов, как они здесь тоже учатся, могут сравнить. Помимо этого, иностранные студенты не только знакомятся с татарской культурой, но и делятся особенностями своих стран и традиций. Так, во время презентации стран-участников Global Village каждый из гостей летнего университета обсудил с другими тонкости своего народа через танцы, истории и песни, что еще больше укрепляет связь между культурами. Здесь очень много иностранцев из огромного количества стран, и ребята все очень интересные, принесли что-то со своей культурой. Я узнаю очень много нового о тех культурах, о которых я как бы знал, но которые для меня по-новому открываются сейчас. Проект «Летний университет» осуществляется на базе трех вузов. Сибирский федеральный университет, где участники проекта могут попробовать себя в менеджменте, Уральский федеральный университет, который предоставляет возможность пройти обучение на направлении машиностроения, и Казанский федеральный университет, который своими программами обеспечивает полное погружение иностранных студентов в культуру Татарстана. Помимо этого, в числе образовательных треков «Языки культуры России», «Дизайн среды и тактический урбанизм», «Международные отношения и России в глобальном мире», «Экологическое проектирование и устойчивое развитие городов», «Технологии будущего, физика и инженерия» и многие другие. Описать мои впечатления от мероприятий и всего, что со мной происходит, в двух словах, необыкновенно сложно. Я потрясена и нахожусь в состоянии восторга ежедневно. Я с гордостью говорю всем новым друзьям о том, что я являюсь участницей трека, посвященного геймдизайну и разработке игр. Наши семинары посетили несколько выдающихся специалистов, которые поделились с нами своими знаниями в вопросах оптимальных настроек и параметров рендеринга. Более того, мы активно участвовали в процессе изучения программы под названием Blender, предназначенной для создания трехмерной компьютерной графики. География участников обширная. 30 стран ближнего и дальнего зарубежья. Среди ближнего зарубежья – пространство СНГ. Наибольшее количество заявок подали представители Республик Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан. Страны дальнего зарубежья представлены Египтом, Турцией, Ираном и другими. Это отличная возможность для иностранных студентов попробовать себя в различных направлениях и раскрыть свои возможности, чтобы позже применить их на практике. Елизавета Газизянова, Универньюз.